Добрый вечер, уважаемые любители шахмат. Я Александра Костенюк и очень рада вместе с вами еще раз взглянуть на шестой тур, который только что завершился, подошел к концу. Большое, огромное спасибо нашим сегодняшним комментаторам Яну Непомнящему и Евгению Томашевскому. Я лично не смогла оторваться от эфира ни на минуту. Ну и сейчас вместе с вами, как уже сказала, еще раз обсудим партию тура. И я выбрала из трех результативных партий, которые были сегодня в турнире А, в главном турнире Мастерс, я выбрала победу Сергея Корякина. Наверное, несложно было предугадать этот выбор. Ну, выиграл еще сегодня Карлсон, одержал победу. Выиграл сегодня еще Аниш Гири. Но, честно говоря, и в той, и в другой партии все как-то случилось за один ход. Соперники грубо ошиблись. Их, безусловно, это не умаляет победа чемпиона мира и Аниша Гири. Но, тем не менее, партию Сергея, если мы возвращаемся к партии Корякин, Ван Форест. Сергею Корякину удалось провести такую партию, которую обычно включают в учебники по позиционной игре, где такие учебники по планке вспоминаются, где на два параграфа объясняется план действий, и соперник абсолютно ничего не может этому плану противопоставить. Давайте посмотрим, как же в современных шахматах получают такие позиции. Это уже достаточно непросто. Итак, Сергей Корякин играет белыми, Йордан Ван Форест играет черными. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, конь Ф6. Порядком защиты двух коней возникла, тем не менее, итальянская партия. С3, Д6, частый гость в современных шахматах. И на этом турнире уже много партий было сыграно, и много еще будет сыграно. 0-0, А5. Но вот здесь вот остановлюсь поподробнее. Чем интересно была эта встреча? Тем, что Сергей Корякин, недавно в завершившемся матче в Дубае на первенстве мира, входил в команду Яна Непомнящего, а Йордан Ван Форест помогал Магнусу Карлсену. В числе прочих анализировали эти шахматисты эту позицию, возможно, за оба цвета, но для разных лагерей. Ладья Е1, слон А7, конь А3, и снова останавливаемся, А6. Снова смотрим на эту позицию и вспоминаем, что в том самом недавнем матче Непомнящий Карлсон точно эта же позиция уже имела место быть. Мы ее комментировали в прямом эфире. Тогда Ян уже отставал заметно от чемпиона мира. И мы надеялись, что победив в этой конкретной партии, он немного вернет интригу в матч, но победить не получилось. Даже проиграл Ян эту встречу. Но здесь его конь отправился на С2. А в этой партии Сергей Корякин пошел конь Б5, что, наверное, несколько логично, так как черные сыграли А5, пытаясь предотвратить игру белых, затруднить игру белых на ферзевом фланге. Но движение пешки, как мы знаем, часто имеет свои последствия. В данном случае ослабляется поле Б5. И вот таким вот маневром конь А3, который сейчас входит в моду, я смотрю, в итальянской партии. Конь с А3 идет не только на С2, как Ян Непомнящий сыграл, но и на Б5 не прочь сходить. Конь Б5 – первая такая серьезная развилка в этом конкретном варианте, в этой конкретной партии. Как отмечал Ян Непомнящий сегодня во время комментариев, во время прямой трансляции, здесь слон черных может отойти не только на Б8, как было сыграно в партии, но и на Б6. Везде есть плюсы и минусы. Слон Б8 – несколько странно этот перевод. Смотрится, честно говоря, слон куда-то на Б8 за цепочку пешек переводится и упирается, но черные надеются впоследствии сыграть С6, Д5, и вот как раз слон Б8 внезапно войдет в игру и начнет защищать центр. Что же, на этот несколько странный перевод слона на Б8 белые ответили ударом по центру, Д4, 0, 0, H3, и здесь черные пошли ладья Е8. Какие-то более серьезные решения, типа ЕДЦДД5, надо анализировать, и, возможно, они ни к чему хорошему не приводят. Все-таки фигуры черных достаточно пассивно стоят для такой активной игры. Ладья Е8 поэтому было сыграно. Слон Д3, черные напали на пешку Е4, белые ее защитили. Конь Е7, и вот здесь вот произошла удивительная транспозиция, удивительный переход структур. Вроде бы белые начинали партию ходом Е4, была разыграна итальянская партия, но постепенно на доске появились очертания закрытых начала, а именно система Бенони, С4, конь Ж6, слон Е3, С6, конь С3. Вот такой вот удивительный маневр. Конь А3, Б5, С3, сделал белый конь, совершил круг подсчета, и внезапно пешки белых по четвертой стоят. И смотрите, смотрите и не удивляйтесь, потому что структура напоминает, как я уже сказала, какое-то закрытое начало. Слон А7, ферзь Д2, конь Х5. И эта партия решилась после нескольких неаккуратных ходов черными. Здесь не будет каких-то сложных вариантов. Явно впоследствии черные несколько неаккуратных ходов сделают. Этого окажется достаточно для поражения. Итак, ну пока все более-менее разумно. Слон вернулся на А7. Кони готовятся к прыжку на Ф4. Где-то присматриваются к этому полю, поэтому слон белых уходит на Ф1. Здесь он не попадет под удар коня, а также защищает королевский фланг. Ферзь Ф6 тоже достаточно стандартное место для ферзя в этих структурах. Д5. Пытаются белые разменять слона и учитывают, конечно, тот факт, что после слона бьет А3. Надо про тактику не забывать. Последует слон А7, ладья А7, ферзь Е3. Белый ферзь одновременно нападет на ладью, защитит коня Ф3. И выяснится, что черные оказываются без фигуры. За эту фигуру хотелось бы верить, что атака достаточно, но это не так. Какой-то примерный вариант я набросала, чтобы показать, что белый ферзь успевает на А7 забрать и затем вернуться и отбить атаку ферзя черных и коней. Поэтому на Д5 слон бьет А3 ход ведет к потере материала. Черные побили на Е3, ферзь бьет Е3. И здесь начали принимать достаточно ответственные решения. Во-первых, сделан был ход С5, фиксирующий структуру. Но, опять же, как и в случае с ходом пешки, опять движение любой пешки, оно чревато серьезными последствиями, так как ослабляются обычно какие-то поля, и которые затем уже защитить пешкой не будет возможно, просто по той причине, что пешки назад не ходят. Пешка на С6, кроме того, что оказывала давление на центр, она еще защищала пункт Б5, и где-то имелись планы с подготовкой Б5. Конечно, белый хорошо этот пункт держит, но все же. То есть какие-то более аккуратные ходы, типа слон Д7, ферзь Е7, можно было рассматривать. С5, ход ответственный, напряжение с центра снимается, руки у белых развязываются. Белые сыграли Ж3, защитили пункт Ф4. И еще одно очень ответственное решение – А4. Да, вроде бы идет вперед пешка, но куда? Куда она идет? Ответ – подбой белых фигур. И вот эта пешка станет мишенью и, в конце концов, потеряется. В этой партии конь Д2 следует ход. Белые как-то перегруппировывают свои фигуры, готовят где-то игру на ферзевом фланге. И здесь следует еще одно решение, ответственное и неверное, а именно ферзь Ж5. Черные считают, что их позиция достаточно крепка, и решают поменять ферзей. Сергей очень критиковали этот ход в прямом эфире и затем впоследствии наши комментаторы, я не помню, и Евгений Томашевский, обращали внимание, насколько это грубая позиционная ошибка. Предлагали сразу же белым побить. Наверное, это было точнее, чем ход, который сделал Сергей в партии, просто по той причине, что после конь Б5 у черных была возможность исправить свою ошибку, отойти ферзем назад и мучиться, страдать в этой позиции. В партии же после конь Б5 последовала ладья Д8, но тогда уже белые разменяли ферзей, и вот сейчас мы наблюдаем ту стадию, на которой очень хорошо демонстрировать планы соперников, планы белых прежде всего, как они собираются выиграть. Все очень просто. Итак, Б4. Очень сильный ход, кажется, под несколько пешечных боев, но, тем не менее, каждое из взятий пешками ведет к ухудшению позиции, поэтому черным здесь они, в принципе, себя обрекли на пассивную защиту. Они надеются, что на доске крепость. Но это не так, ввиду того, что пешка А4 далеко очень убежала от своих коллег, и план белых заключается в том, чтобы на эту пешку напасть. Давайте посмотрим, как Сергей этот план осуществлял. Ладья АБ1. Ну, сначала ладью ставим на потенциальную открытую линию, которая может стать открытой, да, она еще закрытая, но и укрепляет пешку Б4. Затем белые хотят перевести ладью где-то на А3, увести коня, напасть на пешку А4, закрыть ферзевый фланг, и затем, возможно, и второго коня куда-то в район Б2, если надо, будет перевести. И слона можно, и слон Е2, слон Д1, ну, и эту пешку съесть. Давайте посмотрим, какие ходы из нарисованных стрелочками случились. Итак, король Ф8, ладья Е3. Ну, я отмечу, что черные абсолютно ничего не могут противопоставить этому плану белых. Король Е7, конь С7. Очень хорошо демонстрирует Сергею в этой партии принцип не спешить. Если можно повторить позицию, повторяет позицию. Это не обязательно, но почему бы и нет. Ладья А8, ладья А3. Перешла ладья на поле, где она оказывает давление на пешку А4. Конь С3, Б5. Закрывают белый фланг с тем, чтобы перекрыть защиту. Слонам, слоном пешки А4. Ну, и затем постепенно еще одну фигуру подводит. В данном случае это слон. Предварительно уведя ладью на линии Аш. Это поможет ладья вскрыть второго фронта. Конь Ж8. Ну, и в конце, после этих маневров, в принципе, перевод коня с Д2 на Б2 не понадобился. Достаточно уже ударов у белых. Пешку А4 они забрали. Итак, забрали пешку, разменяли пару ладей. Но позиция достаточно крепкая и закрытая. Надо проводить последующий план для того, чтобы одержать победу. Слон Д1, ладья А3, конь ДБ1. Вытесняют ладью черных, ходят А4 белые, таким образом закрывая линию А. И перебрасываются на королевский фланг. Переводят сначала коня на Е3. Разменивают слонов. И сейчас, играя, перебрасывая свои фигуры с линии Аш на линию А, туда-сюда-обратно, постепенно расшатывают оборону черных. Очень пассивная позиция у черных. Они без пешки и удержать сразу оба фланга они не могут. Конь Е3 пошел Сергей, ладья А1. Затем переводят коня на Б3, поближе к полю А5, чтобы поддержать движение пешки А. А5 сделан ход уже. Ну и затем, с каждым ходом усиливая позиции, проводят еще и прорыв А4. Казалось, что партия все равно какое-то время продлится еще долгое. Но не тут-то было. Ладья А8, король А3. Вот здесь вот очень интересный момент был. Король А3, может быть, где-нибудь собираясь пойти король Ж4, король Ф5, король Ж6, по крайней мере, пригрозил Сергей этим маневром. Но ладья А8 ушел обратно. То есть, наверное, он хотел просто повторить позицию, а потом подумать, как усиливать ее дальше. Но соперник, вот часто бывает, что очень тяжело стоять в худших позициях, потому что ты прекрасно даешь себе отчет, что троекратного повторения позиции не будет. Что соперник сделает что-то еще, надо будет мучиться дальше. И ты пытаешься как-то усилить, какую-то контрыгру найти. И обратно на Ф8 Ван Форест не пошел. Он пошел ладья А7, но оказалось, что этот ход очень неудачен. Да, ладья находится на открытой линии, правда, по этой линии она никуда не может влезть. А после конь Ж6 она абсолютно стреножена и, самое главное, не защищает поле Ф8. И это поле, как такой перевалочный пункт, использует белый конь. Конь Д7 пытаются черные прикрыть конем поле Ф8. Один конь держит поле Е7, другой конь держит поле Ф8. Но проблема в том, что есть еще и линия, кроме королевского фланга, есть еще ферзевый фланг. И вот белые так вот балансируя между флангами добиваются достаточно просто победы. Конь С6, во-первых, на Е7, во-вторых, на А7 где-то подумывают белые кони забраться. Ну, конь Б6 прыгает, конь черных обратно, но здесь как раз следует конь Ф5 и конь Е6. Этот конь вот таким вот изящным маневром переводится на Е6. И после король Д7, конь А7 разбивается оборона черных. Конь бьет С4, ладья С6. И здесь вот черные сдались просто ввиду того, что пешка Б в конце концов пройдет. Король будет отрезан на Е8. Он себя чувствует не очень хорошо. Здесь можно как съесть на Ж7, так и не есть на Ж7. Просто ладья бьет А7. Пойти и постепенно провести пешку в ферзи и выиграть А7 с лишней фигурой. Вот такая вот партия вроде бы без спецэффектов, вроде бы черные не совершали каких-то серьезных тактических именно ошибок. Но, тем не менее, вот эти несколько неаккуратных ходов, ответственных решений, которые они приняли в Миттершпиле, начиная с 19-го хода, вот с этой позиции, то есть ходы С5, А4, ну и затем, видимо, грубая позиционная ошибка ферзь Ж5, привели к тому, что Сергей смог создать такое вот полотно, которое уверенно, как я уже сказала, войдет в учебники позиционной игры. Ну и смею предположить, что вот эта позиция, хотя черные не обязаны ее вот так вот безропотно проигрывать, уже достаточно серьезная фиаско в дебютной дуэли. Не верится, что это лучшее, на что черные способны в итальянской партии, поэтому придется секунданту Магнусу Карлсона поработать, чтобы чемпион мира таким образом, не дай бог, не проиграл и не попал вот в такие тяжелые позиции. Так что очень интересная дискуссия итальянская продолжается. Сергей Корякин одержал замечательную победу, такие победы обычно приободряют. После неудачного старта Сергей возвращается в игру, возвращается в турнир, и еще большая часть турнира впереди, больше половины. Так что надеемся, что Миттельшпиль и Эншпиль турнира удадутся Сергею гораздо лучше, чем дебют. Но впереди много интересного. Завтра будем ждать седьмого тура. Чем ближе финиш, тем больше напряжения, больше зевков, эмоций, силы уже на пределе. В какой-то момент будут у игроков. Но тем интереснее будет смотреться нам, зрителям и комментаторам за этим турниром. На этом я сегодня с вами прощаюсь ненадолго. До завтра. Не болейте, играйте в шахматы. И до скорых встреч. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok